Церковь не молчит, церковь отвечает. Мы, люди церкви, каждый день реагируем на вызовы, которые преподносят нам мир. Мы реагируем молитвой, словом, делом. Наша реакция. Дорогие друзья, добрый вечер. Как и вся страна, наша программа «Реакция» в настоящее время находится на самоизоляции. Но даже в условиях самоизоляции мы выходим сегодня для вас в эфир. И сегодня вместе с нами на связи по скайпу наш любимый профессор Алексей Ильич Осипов. Алексей Ильич, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Прежде всего, хочется вас спросить, как вы себя чувствуете и как вы переживаете в эту всеобщую самоизоляцию? Чувствую себя великолепно. Живу на втором небе. Никакой самоизоляции не ощущаю. И вообще полный комфорт. Не жизнь, а малина. Вот это да. Вы знаете, ну, очень многие вам позавидуют сейчас в настоящее время, потому что со всех сторон сегодня приходится слышать очень много, ну, жалоб на совершившуюся ситуацию. Прежде всего, конечно, если говорить о православных христианах, люди с огромным трудом переносят, переживают вот эту временную невозможность посещать храмы. Конечно, очень хочется нам, всей аудитории телеканала «Спас», услышать ваше мнение по этому поводу. Как же так? Во время Великого Поста мы не ходим в храм? Ну, во-первых, нужно сказать, что всё происходящее, которое сейчас мы наблюдаем, не устроено же специально людьми, которые так подогнали, знаете ли, под Великий Пост, чтобы нам было тяжелее. Нет, ситуации совсем другого рода. Мы же всё-таки христиане и понимаем, что случайностей в нашей жизни нет. Как в жизни отдельного человека, так уж тем более в жизни Церкви, в жизни всех верующих. Само собой разумеется. Так вот, и в данном случае, поскольку это произошло, то мы должны понимать – значит, так угодно воле Божией. По какой-то причине, о которой, наверное, стоит нам всё-таки подумать, это произошло именно сейчас. Вот причины чрезвычайно интересны. Но не знаю, стоит ли о них говорить или нет. Конечно же стоит, Алексей Ильич. Я уверена, что нам всем очень хочется услышать ваше мнение, ваше видение, собственно, этой причины, по которой мы все в нынешних обстоятельствах оказались. Ну, видите ли, в чём дело. Сейчас, наверное, каждый из нас и все мы вместе не сомневаются в том, что та свобода Церкви, свобода веры, свобода храма, богослужения и так далее, нас сделала такими, что мы живём, как в ванне в тёпленькой водичке. Просто великолепно. Целый комфорт. И поэтому любое отступление от этой уже привычной для нас нормы уже оказывается чем-то чуть ли не трагедией. На самом деле вспомним, не совсем недавно, 70 лет вообще церкви были, большинство церквей, по крайней мере, были закрыты, и люди не имели возможности годами и даже десятилетиями по час посетить храм. А сейчас мы уже привыкли нам подавать на серебряной тарелочке. Вот, к сожалению, вы знаете, есть такая замечательная пословица – всё, что даётся даром, способно развращать. И вот мы вдруг получили свободу такую, и теперь подавай нам. На самом деле, разве только храм – место молитвы? Конечно же, нет. Мы призываемся к молитве. Если есть храм – великолепно. Это, повторяю, комфорт. Нет, если закрыто. На какое-то малое совсем время, как сейчас мы видим, нам же объявляют, совсем ненадолго, мы уже страдаем. Буквально, знаете ли, как дети, которым не дали конфетку. Алексей Ильич, а как же тогда сейчас, вот, может быть, вы как-то, ну, какие-то конкретные дадите советы, как сейчас себя православным христианам, особенно вот в свете Страстной Седмицы, приближающейся, вести себя? Мы сидим дома. Мы должны, соответственно, усилить домашнюю молитву, читать правила, может быть, последование богослужений вычитывать, смотреть службы онлайн. Что вы порекомендуете, как себя сейчас вести? Ну, Лена, вы уже сказали, уже, можно сказать, то, что и нужно было сказать. Единственное моё замечание – только не вычитывать, конечно, а постараться найти хотя бы утром или вечером, или утром и вечером, найти час, ну, полчаса хотя бы для того, чтобы действительно посмотреть, что сейчас по уставу церковному, как идёт богослужение. И самое главное, ради чего существует, кстати, и храм, и что является главным деланием не только христианина, а верующего любой религии – молитва. Молитва. Без молитвы нет вообще религии. И храм без молитвы не храм. Вы же знаете, какие вещи были в истории? Например, спрашивают Василия Блаженного, Василия Блаженного, как в храме-то много народу, а был праздник? Он говорит – нет, два человека. А храм был полным. Вы слышите? Можно, оказывается, и в храме стоять, и чем заниматься? А Бог знает, чем в своей голове. Вот так. Так что что делать? Ну, конечно, было бы очень хорошо, чтобы, если кто-то имеет книжечку хорошую, например, богослужебную, с вниманием почитать. Если нет этого, сейчас интернет, можно завести даже службу, какой-то храм найти и завести службу. Или то, что святые отцы советуют. Даже, вы знаете, на моих глазах было. Батюшка Никон советовал одной, которая не умела даже читать. Он говорил – ну, вот все нашли, ну, сделай с вниманием неспешно сто молитв Иисусовых. Вот тебе будет и все нашли. Разве кто сейчас отнимает это у нас? Это будет молитва. А мы же привыкли в храм как сходить? По обычаю. По обычаю. Сходить – слава тебе, Господи! Галочку поставили в своей душе, и совесть не мучает. А молиться кто будет? Так вот, Господь, наверное, сейчас, видя это наше какое-то потрясающее ослабление духовной жизни, даёт нам немножечко, что? Вместо ванны с тёплой водичкой, немножечко холодного душа. Ишь и мы закричали, завопили, Боже мой, что мы будем делать? Отречение от веры, борьба с церковью, борьба с... Ай-яй-яй! До чего же мы уже привыкли к комфорту? Вот в том-то и дело... В том-то и дело... В том-то и дело многие кричат в нынешних обстоятельствах так, словно бы их ошпарили кипятком, и обвиняют Святейшего Патриарха в том, что он, как он может, как он смеет, я позволю себе дословно процитировать то, что я сейчас в интернете встречаю, «Как Патриарх осмеливается мне запретить ходить в храм, лишать меня причастия? Никто не смеет встать между мной и Христом, между мной и Чашей». И вообще Патриарх тоже человек, он тоже может ошибаться, поэтому я имею право его не послушаться, пойти и причаститься. Как вы это прокомментируете? – Ну, во-первых, Патриарх никому не запрещает. Как и Бог никому не запрещает. Потому что грех – это что такое? Это раны, которые человек сам себе наносит. Бог только предупреждает. Патриарх то же самое, только рекомендует, советует, воздержитесь за это время. На это, в небольшое, совсем краткое время. Воздержитесь. Вот не служиться Патриарха – это просто грех. Один из грехов, причём достаточно серьёзный. Представьте себе, что будет, если в армии вдруг солдат скажет, что за чушь говорит мне этот генерал? Да он и невежда, да он и ничего не понимает. Надо вот так делать. Второй скажет – вот эдак. Третий ещё вариант – и во что превратиться? Церковь – это же единый организм. И если тут каждый из нас начнёт свои домыслы уже рассматривать чуть ли не как абсолютную истину, а патриарх – кто такое, во что превратится наша церковь? Сборище, как, знаете, у апостола Иоанна Богослова есть. Сборище иудейское, как он выражается. А здесь будет сборище так называемых православных. Кто во что гораздо. Ай-яй-яй. Ну, просто это даже в смысле культуры нехорошо. Уж я не говорю. Ну, в смысле веры, в смысле православия, о котором апостол Павел пишет. В церкви всё благообразно и по чину добывает. Вот как. Поэтому ссылки, что он тоже человек, да, но какой. Волей Божией он поставлен во главе. Он генерал наш. И мы всё-таки должны. Если в армии приказ, то патриарх, поскольку это церковь, а не армия, рекомендует. Видите? Слово-то совсем другое. Какая красота. Алексей Ильич, спасибо. Я думаю, что то, что вы уже сейчас во время нашей беседы произнесли, очень многим людям окажется таким спасительным подспорьем в эти дни. Мы сейчас совсем ненадолго прервёмся, а потом продолжим нашу с вами беседу в эфире телеканала «Спас». Алексей Ильич, давайте продолжим наш разговор. И я хотела бы вот о чём спросить вас. Вы сказали, что многие сегодня привыкли ходить в храм, ну, по обычаю. Вот галочку поставили, зафиксировали для себя, что они в храм сходили. Вот сейчас, ещё до того, как у нас объявили режим самоизоляции, мы получили, в многих храмах получили инструкции относительно того, как совершать таинство причастия, как совершать соборование. И там внесены некоторые были изменения. Например, допустим, причащать, там, запивку подавать из одноразовых стаканчиков, протирать лжицу после каждого причастника, обрабатывать её спиртом. И очень многих и священников, и даже некоторых архиереев, и верующих эти инструкции вызвали критику и недовольство. Мы должны же всё-таки понимать, мы, христиане, тем более православные, что в жизни нашей нет случайностей. И в данном случае это событие, которое связано с этим COVID-19, это же не случайность, это же то, что совершается по духовным законам, ещё проще сказать, по воле Божией. И как мы должны относиться к воле Божией? Мы должны, наверное, принять это, принять и подумать о себе, почему это случилось. Вот мы с вами уже говорили, что в каком состоянии мы находимся. Идёт какой-то процесс потрясающего омерщения. Мы, как и весь мир языческий, ищем комфорта, удовольствия, наслаждения, потому что действительно в храм придёшь, особенно хорошие сипения, хороший хор, да, проповедь интересный. Ну, вообще всё это, что-то такое сделал. Можно одеться там, посмотреть на других, показать себя. Ну, все 33 удовольствия. Вот. Как видите, какая ситуация? А здесь мы столкнулись с чем? Что вдруг какие-то ограничения, в том числе и касается даже такого, такого великого Таиса, как Евхаристия. Вы правильно сказали. Это обрядовая сторона, это внешняя сторона. И она обусловлена чем? Всё тем же, всё тем же. А знаете, чем? Интересно. У каждого священника, в его служебнике, в его служебнике, священника, есть так называемое учительное известие, в котором находим удивительные слова, не больше и не меньше, как следующее, что если, ну, в связи с отсутствием, например, долгим священника или в связи с небрежностью священника святые дары, хлеб запресневеет, а вино прокиснет, то эти дары потреблять нельзя. Нельзя. Их, ну, пишут, их можно в реку пустить, например, другие считают, можно сжечь. Вопрос другой. Нельзя. То есть, оказывается, святые дары подвержены всем внешним изменениям окружающей нашей жизни. В том числе, следовательно, через них оказывается, можно и получить что-то противное нашему здоровью, нашей жизни. Кажется, если это святые дары, тело и кровь Господня, всё, давайте, какие могут быть испорченные дары? Какая плесень? Какое прокисшее что-нибудь? Нет. Нет. Забыли, что святые дары есть такое же Богочеловечество, как и сам Христос. И как человеческая природа Христа была подвержена всему – и холоду, и голоду, и болем, и страданиям, и даже смерти? Так и святые дары по своей природе, этой материальной природе, подвержены всему этому. И потому учительное известие предупреждает, смотрите, такими дарами причащать нельзя. По этой причине, по этой причине сейчас и вводятся вот такие вещи, к которым мы не привыкли. Когда лжицу даже говорят, лучше опускать кожа в спирт, например. Другие просят, знаете, я недавно, как раз свидетелем один священник говорил, он пока говорит причастнику широко открыть рот, опрокинуться немножко назад и кладет ему причастие, не прикасаясь к его губам, к его языку, просто опрокидывает туда ложечку и всё. И человек причащается. Видите? Но это уже вопрос деталей. А главное-то что? Ничего тут страшного нет, оказывается. Святые дары также богочеловечны, как и сам Христос. Вы знаете, что у преподобного Иоанна Дамаскина это наше святое седьмого столетия, который подвёл итог богословию, всему богословию предшествующей веков, он говорил так. Так, хлеб Евхаристии, он называет общение, хлеб Евхаристии не простой хлеб, но не превращённый, а соединённый с Божеством. Хлеб не превращается же в тело, и мы причащаемся не кусочками тела Христа, а всего Христа. Божество неделимо, нельзя разделить Божество на кусочки, а хлеб является, как говорит Никита Стефат, это только завесой, за которым скрыто само Божество Христа. Вот этого люди просто многие не понимают, что не превращение происходит, а соединение с Божеством, и поэтому причащаемся в силу этого и говорим тело и крови Христовой, а не кусочками тела. Вот так. А коли святые дары могут оказаться подвержены этому, то надо принять все меры предосторожности, чтобы действительно не передать вирус другим людям. Алексей Леонидович, что же у нас получается сегодня со смирением у наших, у нас, в общем, у православных христиан как-то плохо дела обстоят с послушанием и священноначалью, как-то у нас эти качества как будто бы хромают, честно говоря, в церковной общении. Вот чуть что, так сразу про свои интересы начинаешь думать, а про интересы всей церкви не задумываешься особо. Это ведь, не знаю даже, может быть, какой-то наш внутренний кризис церковной жизни. Лена, вы подвели очень точно, только постеснялись сказать, но я вам скажу, да, это бунт против Бога, который, представляете, что нам на Великий пост подделал? Без воли Божьей, повторяю, ничего не может происходить. И вдруг дал волю кому? Этим, каким-то там, не знаю кому, откуда этот вирус идёт. Вот. А тут ещё правительство говорит, а тут ещё патриарх говорит. Да? Бог это сделал, а не они. Они только орудие воли Божьей. И поэтому вот это противление, которое сейчас есть, это бунт против Бога. Ты что, Господи, не понимаешь, что сейчас пост? И тут Пасха наступит. А ты нам что устраиваешь? Да ещё говоришь, может быть, воздержаться и от храма даже посещения. Вот такие мы. Мы привыкли верить как с комфортом, а как немножечко только холодный душ и сразу бунт. Вот такая история отличается. Интересно. Алексей Ильич, спасибо. Вновь вам огромное говорю спасибо. Сейчас мы снова с вами ненадолго прервёмся, потом вернёмся и поговорим, куда же уходят корни всей нашей ситуации, в которой мы сегодня живём с коронавирусом и какие уроки мы должны извлечь из этого режима аскезы самоизоляции, в котором мы все сегодня так или иначе оказались. В эфире программа «Реакция», которая так же, как и вся страна, сегодня работает в условиях самоизоляции. Наш профессор Алексей Ильич Осипов. Алексей Ильич, совсем немного времени у нас осталось до Пасхи Христовой и весьма вероятно, хотя мы ещё не знаем точных наших прогнозов на эту дату, но весьма вероятно, что мы вынуждены будем встречать Пасху точно так же по домам. Как же быть? Вот сердце отказывается это признавать, разум отказывается это признавать. Что вы скажете нам всем в утешении? Знаете, что скажу? На пасхальном богослужении никто не молится. только знаем Христос воскресе, на истина воскресе, скажет деревне, непрерывно. Вы знаете, это просто поразительная история. Где тут молиться? Вы что? Никакой литвы речь не идёт. В откуда взяли? Постом ещё другое дело. А на Пасху? Ну, вы знаете, вот я хотел сказать и забыл совсем. Вы знаете, что произошло в Киеве-Печерской лавре? По-моему, 13 апреля кажется, грозно говорили «Всё! Мы ни под каким видом не примем этих условий, чтобы закрывать храм». Уже, по крайней мере, четыре монаха заболели. Ещё большее число уже находится под там, на грани или не знаю что. И закрыли храм. Закрыли эту лавру. Слышите, что происходит? Какие серьёзные вещи-то! вот оказывается! Я просто забыл и мне очень вспомнил сейчас. Что же делать? Да! Уж канон, уж пасхальный-то! Я думаю, может быть, можно завести службу будут всюду! Сейчас почти всюду есть интернет, компьютер, заведите! Я думаю, вы даже дома ещё лучше помолитесь, чем там. А там ещё и опасность какая! Такое количество людей, как всегда бывает на Пасху, вы знаете, и вдруг один стоит одному прийти только уже с коронавирусом. И что будет? Так у нас есть хоть немножко любви к человеку и другим людям? Мы же во имя чего говорим воздержаться-то? И тот же патриарх говорит во имя чего? Ну, во имя любви хоть к человеку! Нельзя же, когда есть все опасения, и заразиться, и заразить других рисковать, тогда уж лучше, знаете, запирайтесь на колокольню и скажите «Я верующий!» и прыгайте оттуда! Бог меня спасёт! Ну, что же так это можно делать? Разве можно? Вот в чём причина-то! Опасность какая! Поэтому я думаю, что можем не беспокоиться. Уж пасхали это службу сколько угодно! А помолиться вот тут покажите себя! Молитесь вы! Или присутствуете только за службой! Получается, что мы в общем особо даже и не то, чтобы не теряем ничего, но даже нам Господь даёт всю эту историю для того, чтобы мы научились и поучили самостоятельно молиться в условиях пребывания дома сейчас в эти дни. Правильно, Молочина! Точно! Хоть немножко начали учиться молиться! Совершенно верно! В храме мы мечтаем, стоим, слушаем, осуждаем, глядим! А тут молиться, о боже мой! Это ужасно! Алексей Ильич, а ведь до сих пор есть люди, которые со скепчисом относятся ко всему, что сейчас происходит. Многие не верят в угрозу, в серьёзность эпидемии. Многие говорят, что эта ситуация навязана, что вообще за всем этим кроется какой-то глобальный обман, что здесь тайный, непонятный нам замысел, что на самом деле ничего серьёзного в общем нет, просто нас насильно загнали по домам с какой-то непонятной целью, но в общем для чего-то. Как вы думаете, насколько правомерны такого рода утверждения, такой скепсис? Я решаю этот вопрос для себя очень простым. Когда я не знаю, не имею точной информации, и когда с разных сторон разные варианты предлагаются мне рассмотрение этой проблемы, не знаю я, то что я делаю? Тогда я понимаю, я должен слушаться того, тех инстанций, которые являются на данный момент самыми авторитетными правительства. И оно нам непрерывно говорит в священном начале, который непрерывно предупреждает. Вот что остаётся. Слышишься, по какой причине? Мы не знаем очень много. И что же делать? Самочиние? Каждый по-своему? Анархию? Нет. Тогда мы должны смириться и послушаться. Мы очень гордые стали. Я. Так считали. Все не правы, кроме меня одного. Вот беда-то. Это называется православие. православные. Алексей Ильич, а ещё хочу вас тоже успеть спросить, а опять же, многим нашим православным это свойственно видеть во всём происходящем признаки скорого конца света. Вот апокалипсис уже, видимо, не за горами, раз мир так стремительно изменился и храмы опустили. А вы что скажете? Да, скажу. В 1492 году уже прекратили дальше высчитывать Пасхалию, Пасху. Почему? А потому что конец света уже всё. В 1666 году уже и Антихрист даже, и даты, говорят, три шестёрки. И что же? Господи, Боже мой, какие все умные стали. Сам Господь сказал, никто не знает ничего признаков, назвал много. И они неоднократно в разной степени проявлялись. Но не нам судить. Ну, ко мне-то вы обращаетесь, скажите, знаете, что я всё знаю. Но я не скажу сейчас вам. Дорогой Алексей Ильич, огромное вам спасибо за, в общем, очень утешительную и вразумительную отвезляющую беседу. Я вам заранее хочу это спасибо от всей нашей аудитории телеканала «Спас» высказать. Вы меня и всех нас очень поддержали сейчас вашими словами. Спасибо. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа. И мы будем у всех у вас учиться такому же оптимистичному, бодрому, разумному отношению к тем обстоятельствам, которых нас всех поставил сегодня Господь. Большое вам спасибо, Алексей Ильич. огромное, пожалуйста. Точно такое же, как и спасибо. Всего доброго. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, дорогие друзья. Всего вам доброго. Программа «Реакция» была сегодня с вами в эфире телеканала «Спас». Перекидьте себя и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова